Иркутск без границ Центральная библиотека имени Александры Потаниной – первая в Иркутске народная библиотека-читальня. Она появилась в 1896 году и уже больше 120 лет радует горожан своими книгами и периодическими изданиями. Недавно это историческое здание оборудовали аппарелью – мобильным пандусом. Построить стационарный пока не получается, поскольку здание является памятником культуры регионального значения. Ну вот пока обходимся таким мобильным пандусом. Это очень удобно, потому что мы можем его перенести и внутрь помещения. Есть ступенечки и внутри помещения. Нам это удобно. После окончания работы библиотеки мы можем его просто убрать и все. В самом читальном зале Центральной библиотеки расположился целый уголок, полностью оборудованный для людей с ограничением зрения. Здесь есть книги и журналы со шрифтом Брайля, а также их аудиозаписи на флешкартах и Тифло-флешплеер для их воспроизведения. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию диалог. Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых». Также есть электронный ручной видеоувеличитель, практически компьютерная мышка. С помощью него люди с ограниченным зрением могут многократно увеличить шрифт в совершенно обычной книге. «Окрываем любую страницу, где есть текст. Как мы видим, текст достаточно мелкий, человек его может не видеть. Он берет мышь и ставит мышь в начало. Вот так. Вот он поставил. И мы уже на экране видим, что текст большой. И вот он ведет мышью. Он ведет по тексту и может читать». Дальше мы отправляемся в Ленинский район. Детская библиотека номер 31 «Алая паруса». Посетителей здесь всегда много. Также есть все необходимое для чтения людям с ограничением зрения. Кроме того, это здание единственное в центральной системе библиотек города, где читальные залы расположены на двух этажах. А потому для инвалидов здесь необходимо оборудование посерьезнее. «Я хочу вам рассказать про наше удивительное мобильное устройство, которое называется подъемник. Он к нам приехал в декабре 2016 года. Вот с тех пор у нас живет. Мы учимся на нем работать. И прежде всего он предназначен для того, чтобы перемещать людей на коляске на второй этаж». «Если в нашу библиотеку придет инвалид на инвалидной коляске, то мы можем очень легко открыть вот этот второй проем. Здесь легко опускаются штырьки, и вот эта половинка откроется, и получается большой дверной проход». Библиотека номер один на станции «Батарейная» располагается в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома. До ремонта в ней было тесно и неуютно. Теперь она преобразилась. Удобные стеллажи, широкие двери и все необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями. «Таких вот людей, которые бы конкретно нужна была бы такая аппаратура, у нас нет. Но мы ее используем в другом случае. Даже те же самые бабушки, когда что-то плохо видят, не помогают уже очки. Мы включаем эту лупу электронную, и они смотрят с помощью нее. Дети слушают электронные книги, диски. То есть аппаратура используется». Библиотека на батарейный центр притяжения жителей этой маленькой станции. И здесь так же, как и в центре города, она оборудована всем необходимым. «В наших муниципальных библиотеках более 100 тысяч зарегистрированных читателей. И в год они совершают 600 тысяч визитов. И, конечно, читать хочет любой горожанин, вне зависимости от того, какие у него возможности здоровья. Конечно, очень важно, чтобы у них была возможность приходить в библиотеки и брать любые книги. И в библиотеках, в читальных залах с помощью специального оборудования, несмотря на любые особенности здоровья, получать доступ к знаниям или просто к интересующим их книгам». Екатерина Нерушкина и Артур Рощупкин. Иркутск. Без границ. Поверь в себя. Первый фестиваль «Смотр талантов» провели в Ленинском округе Иркутска в Международный день инвалидов. На этом фестивале не присуждали первых, вторых или третьих мест, но каждого участника встречали как победителя. В этот день артисты, танцоры, музыканты, фокусники показывали свои яркие номера. Начинается фестиваль с ярмарки талантливых мастеров. Изделия из бересты, живопись, вышивка, мягкие игрушки. Алевтина Алиханова вяжет их уже больше 20 лет и учит творчеству пенсионеров и инвалидов Совета ветеранов «Мудрость». Любимые игрушки Алевтины сейчас такие вот трансформеры. Это звери, которые собрались на маскарад, шутит мастерица. А еще она вяжет пижамницы. У нее несколько функций. Ночью ребенок с ней спит, потому что она мягкая, она приятная. Утром ребенок встал, вот сюда тело полое, сложил свою пижаму. Здесь закрывается, чтобы пижамка не выпала, то есть специально есть резиночка. Елена Смирнова всю жизнь плетет украшения из бисера и для каждого своего изделия придумывает удивительные легенды. Это плетение морской царицы, которое прилили ее, оставили, а потом, значит, взяли и подарили кому-то. Кто-то нашел и стало это плетение идти дальше. Здесь бабушки нам говорили, что бисер, вот эти вот камушки, они, говорят, талисманы, говорят, они приносят удачу людям. Поэтому мы плетем бисер, чтобы приносило людям счастье, красоту. На фестивальной сцене люди с ограниченными возможностями здоровья выступили с творческими номерами, театральными миниатюрами, песнями, танцами и стихами. Кто-то показывал фокусы, кто-то – настоящие чудеса. А как иначе назвать вот такой шпагат или зажигательное ча-ча-ча? Андрей Звягинцев для выступления на «Смотре талантов» выбрал новогоднюю песню, чтобы создать праздничное настроение зрителям. Андрей поет всю жизнь, еще со школьного хора, но волнение перед выступлением признается такое же, как в юности. Пою как бы и достраиваю у себя все хорошее. А вот как вы считаете, что самое главное в исполнении песни? Главное – быть уверенным в себе, учить песню и выступать, петь. В Ленинском округе есть два ресурсных центра, где размещаются организации инвалидов. Там люди с ограниченными возможностями здоровья находят занятия по душе, раскрывая собственные таланты. У нас на территории Ленинского округа и в принципе в городе Иркутске около 10% людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша сегодняшняя задача, чтобы таких ограничений было как можно меньше у этих людей. И поэтому мы стараемся их жизнь сделать интереснее и плодотворнее. Сегодня мы видим, как талантливые и успешные наши люди. Смотр талантов «Поверь в себя» проводили в два этапа. В галоконцерте участвовали самые яркие и зажигательные номера. Всем участникам фестиваля благодарственные письма вручил мэр города Дмитрий Бердников. Никаких первых и призовых мест. Никаких номинаций. На этом празднике проигравших точно не было. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин. Иркутск. Без границ.